Если на машине, то педаль в пол. Если пешком, то с хмурым лицом и обязательно при оружии. По городу, которого теперь уже точно нет, по-другому передвигаться было просто опасно. Но не весь Петербург бандитский. Просто автор книг и сценарист сериала Андрей Константинов долгое время работал в криминальной хронике и другого города не видел. Образ бесстрашного репортера Андрея Серегина он писал с самого себя. Эта история почти целиком составлена из вот таких вот осколков, каждый из которых он правдив, но это разные истории. Это художественная версия, скомпонованная из осколков разных человеческих судеб. Но вот эти судьбы были, потому что я все-таки старался писать о том, о чем знаю. Авторы хотели сделать просто хорошее гангстерское кино, честную криминальную драму. А получился ни больше, ни меньше срез эпохи. 90-е во всей красе с милицейским беспределом и бандитскими разборками. Даже съемочный процесс не всегда проходил по закону. Что ж, времена были такие. По ночному Питеру ездили на машине режиссера, оператора было в багажнике ночью, без всяких разрешений. Оператор снимал из багажника, мы гоняли по всему ночному Питеру. Бандитский Петербург – это один из первых отечественных ответов на мексиканские и бразильские мыльные оперы. Зрителю нужна была понятная реальность и свои герои. Для Игоря Лифанова роль Вовы Колбасова открыла дверь в большое кино. Она же научила правильно расставлять приоритеты. Я снимался в другом кино, и мне пришлось постричься почти под бобрикой на лысо. Я в шапочки пришел. Снимай. Я говорю, снимай. Я снимаю там лысина. И вот мне пришлось доигрывать в шапки. Но первое, о чем вспоминают, когда говорят о бандитском Петербурге, это, конечно, саундтрек. Сейчас это чуть ли не гимн северной столицы. И отдал Володе песню по словам. Володь, песня, конечно, этому нафиг никому будет не нужна, но в кино она будет хороша. В кино это будет то, что надо. И теперь я понимаю, что когда бы я не вышел на сцену, я не могу не петь эту песню. Просто не могу. Я ее должен петь, я ее пою. Но несмотря на ошеломительный успех у зрителей, критика к сериалу была равнодушна. Ему не дали ни одной премии. И лишь 15 лет спустя киноманы готовы признать, «Бандитский Петербург» – это серьезное, многослойное произведение. Проекты такого масштаба, охватывающего такое количество временных моментов и социальных каких-то сломов, ну, пожалуй, припомнить сложно. Но в чем бандитский Петербург обвинить нельзя, так это в романтизации преступников. Криминальный мир здесь жесткий, подлый и беспринципный. И выйти из него можно лишь вперед ногами. И показательно, что и режиссеру Владимиру Бортко, и сценаристу Андрею Константинову от тех, кто по ту сторону закона, не раз приходили письма. Спасибо, что показали правду.